Послание Ци Абсолюта 9 октября 2022 года А нам любое дело по плечу Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, в продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу на конкретных примерах показать вам, как можно мгновенно перепрограммировать свои мысли с негативных на позитивные. И начнем с самых простых бытовых мыслей, которыми в основном заполнена жизнь человека. Но для начала вспомните свое душевное состояние, когда вам предстоит сделать что-либо не слишком приятное для вас. Оно как будто придавливает вас. Вы даже физически ощущаете на своих плечах груз предстоящих хлопот, и мысли о них без конца возвращаются к вам. Тем не менее, вы все откладываете, откладываете трудную для вас работу или неприятный разговор. Почему это происходит? Прежде всего потому, что вы боитесь неудачи, не справиться со своей работой, либо получить отказ или грубость со стороны начальника, либо официальных властей. К сожалению, сознание человека трехмерного мира при любых трудностях, встречающихся на его пути, уже априори настроено на негативную реакцию на них. И, конечно, это не случайно. Все дело в том, что страх является превалирующей энергией третьего измерения и одновременно движущей силой, помогающей человеку бороться за выживание и отстаивать свои права. Мы с вами уже много говорили об этом раньше, поэтому сейчас я хочу сделать акцент на том, что в основе любой вашей негативной мысли всегда лежит страх, разновидностей которого великое множество. Поэтому, чтобы перепрограммировать свои неприятные мысли на приятные, вам следует удалить причину, растворить содержащийся в них страх. И в данном случае мы не будем применять такие ментальные приемы, когда человек начинает убеждать себя в обратном, используя свой ум, а будем работать чисто энергетически. Это поможет вам не только сэкономить время, но и мгновенно очистить ваше энергетическое пространство от негативных энергий страха и неуверенности в себе. Давайте рассмотрим такой пример. Положим, вам предстоит оформление каких-либо бумаг, то, что вы привыкли называть бумажной волокитой. Уже само это выражение программирует вас на долгий неприятный процесс хождения по инстанциям. Как только у вас появилась подобная негативная мысль, главное вовремя ее отловить, сразу же призовите огонь вселенской любви и попросите его растворить эту мысль. Постарайтесь увидеть, как она вспыхнула ярким пламенем, обуглилась и опала. А затем призовите энергию первотворца Вселенной и попросите ее материализовать нужный вам документ в самые короткие сроки. И как можно явственнее ощутите чувство радости и удовлетворения того, что все хлопоты уже позади. Поместите это видение счастливого себя с уже готовым документом в руках в сферу из огня вселенской любви с зеркальными внешними стенками и мысленно отправьте ее во Вселенную. Попросите своих духовных проводников и силы света помочь вам в реализации задуманного. И только после этого начинайте шаги в этом направлении уже на физическом плане. Поверьте, у вас будет уже совсем другой настрой и явственное ощущение поддержки сил света. Все пройдет у вас как по маслу, поскольку ваша светлая и позитивная энергетика просто не сможет притянуть к вам неприятности либо грубость чиновников. Ведь законы Вселенной неизменны и всесильны. Помните об этом, дорогие мои. На этом и остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.